Всем привет! Это рубрика «Отдал, открылся». И сегодня в этой студии отдаст и откроется человек, который с детства мечтал стать частью Амкара, но начал свой футбольный путь в звезде. Именно от его пристального взгляда не ускользнет ни одна деталь, ведь он снимает на камеру каждый момент. Я такого шанса ждал. Приехал после Чемпионата мира в Пермь. Я знаю сплетню. Нарезаю для тренерского штаба. Ох, это, кстати, стандарты. Нельзя, ну, видите, это жалко только, что я на футболе работаю, не смотрю. Операторы здесь у нас. И уже вот матчу к матчу, этот свитер не снимает с 2019 года. Вот это реакция. Здравствуйте, Дмитрий. Сегодня, посмотрите, как Дима подготовился. Я сразу же хочу сделать на этом акцент. Просто мерч. Ты же специально к моей программе, да, готовил его? Ну, я этот свитер не снимаю с 2019 года. Хорошо, поэтому можно сказать, что я три года готовился к этим съемкам. Как приятно. Давай начнем. Раз ты готовился, мы точно знаем, что ты очень подготовленный молодой человек. Ты с детства за Амкар. Это все знают. У тебя есть фотографии с легендами прошлого Амкара. Если ты дашь, я потом их куда-нибудь тут вставлю. Можно вот здесь. Да? И вот здесь. Хорошо. Расскажи, как сложилась твоя судьба так, что ты с детства за Амкар, а потом вдруг оказался лицом звезды? Ну, ходил на стадион, каждую неделю жил от матча к матчу. Амкару часто не хватает. Не хватает этого и Краснодарской Кубани, которая сегодня, с одной стороны, упустила победу, но... Получается, сколько последний, наверное, лет пять вообще ни одного домашнего матча не пропустил. И где-то за год, за полтора до Бангросла я начал писать о клубе аналитические статьи, ну, как команда играет. Я заметил пресс-атташе Витя Козеев, тогдашний Амкара. Позвал. Говорит, будешь писать программки? Я сразу согласился. Я такого шанса ждал. Ну, я мечтал работать в футбольном клубе, собственно. А потом это в цель превратилось. И вот позвали я, получается, весь последний сезон вот того Амкара. Писал программки, брал интервью для программок у игроков и у тренеров. Комментировал матчи Амкара на ютубе. Ну, молодежки Амкара на ютубе. Вот. Потом летом уже объявили, что клуб закрывается. Я, ну, был, не сказать, что... Ну, вернее, понятно, что шокированы. Все были шокированы, потому что никто не ожидал. Каждый год клуб был близок к закрытию. А тут закрылся. И дальше только вопрос, а как, ну, что делать. Вот. Я поехал на чемпионат мира. Там работал... Ну, у меня была аккредитация. Работал... Волонтером? Нет, журналистом от Sport4.ru. Вот. Писал еще, ну, для того блога, где я начинал, контрпресс. Писал антические статьи по матчам чемпионата мира. И, в общем, эта ситуация, ну, для меня как-то загладилась, потому что, ну, я на чемпионате мира был. И старался, ну, не думать об этом. Приехал после чемпионата мира в Пермь. И тогдашний пресс-аташи МКР, уже другой, уже последний тот момент, Саша Королев, мне как-то позвонил, сказал, вот, открывается футбольный клуб «Звезда» в Перми. Хочешь пресс-аташи туда пойти? Я думал, блин, круто. То есть, ну, уже сам пресс-аташи не просто сотрудник пресс-аташи, а я согласился. Приехал, думал, что будет собеседование, а сразу мне сказали, неси документы. Вот, получается, первое официальное трудоустройство. То есть, там я был внештатником, а здесь уже прям полноценная работа. А я на тот момент, получается, на третий курс универа только перешел. И вот, получается, два пресс-аташи МКР мне мой карьерный путь выстроили. А внутренних противоречий у тебя никаких не было? Ну, на тот момент я, если честно, их не испытывал, потому что, ну, я не знал вообще еще что-то, что такое звезда, что там, какие противопоставления есть с самкарм. До тот момент их и не было. Получается, наверное, сами их, вот эти противопоставления, выставили. Некоторые лица в клубе. Ну, то, что отношения натянуты, это как бы знают все. Я знаю сплетню о том, что с официальной страницы звезды в сторону вам Карлса писали какие-то неприятные вещи. Ну, я тоже, к сожалению, узнал потом эту историю. На тот момент, когда это происходило, я на это не сильно обращал внимание. Там я еще пытался вникнуть в работу, у меня еще вот так глаза разбегались, я не понимал, что вообще, где я нахожусь, что мне нужно делать. Слегка такой мандраж был. Вот. В админке группы были еще люди помимо меня. Вот. Но они это писали, я как-то... Ну, это не ты. Нет, конечно. Кто меня знает, все знают, что я в мухе, я вижу, самый нервный, дружелюбный человек на планете. То есть, чтобы кого-то оскорбить, там, в соцсетях или лично, я не знаю, меня, чтобы вывести, не знаю, что надо. На самом деле это так. Мне кажется, когда ты приходишь, всегда, даже если очень напряженная обстановка, она всегда разряжена. Сразу же. Я стараюсь не приходить туда, где напряженная обстановка. Одно слово какое-то, одна твоя фраза, и сразу же, будто бы напряжения не было. Как это удается тебе, я не понимаю. Я просто сам по себе такой смешной. Долговязый, нелепый немножко. Расскажи, как ты вообще попал в новый Амкар? Ну, было понятно, что уже открывается новый Амкар. И я для себя решил, что не хочу, чтобы это было без моего участия, потому что я, собственно, вырос на Амкаре и хотел именно там работать. Ну, шло время, меня туда не звали. Я почему-то решил, что меня туда должны звать. Меня не звали. В какой-то момент подумал, почему я чего-то жду. Написал Диме Коновалу. Он сказал, круто, нам как раз нужен человек. И, собственно, получается, ты мне это звал бы. Ну, так... Я же нет. Небольшая пояснительная бригада. Если в прошлом сезоне меня было слишком много, то в этом сезоне я решил оставаться в тени. И специально для этого, собственно, мы и взяли красивую сотрудницу Анну, которая теперь в кадре. Но я всегда где-то рядом. Вот тут нет. Ну, так и вышло в итоге, что уже третий пресс-ШМК, благодаря которому моя карьера получает новый виток развития. То есть ты сам написал Диме, сказал привет, хочу быть частью. Да. Что он тебе на это ответил? Круто. Следил за твоей работой. Ну, видно, что ты хорошо работал. Нам как раз нужен человек. Предложил мне роль видеооператора. Я не знаю, что согласился. Ну, это было немножко другое, чем я занимался до этого. Но, собственно, мы сами определяем, так сказать, что мы будем делать в той или иной роли. И поэтому я подумал, почему бы и нет. Там приму, так сказать, предложение, а там разберусь, что буду делать. Ну, по этому коридору первый раз шел, думал, блин, я бы хотел здесь работать. А сейчас, получается, сколько, пятый год здесь хожу. Даже не приелось особо. Самое главное, наверное, достояние твоего кабинета – это вид. Да, вид, наконец-то. У меня третий кабинет на этом стадионе, и первый с видом на основное поле, а не на запасное. Покажи, что у тебя здесь вообще есть? Все тут как клеим. В первую очередь датчики. А, давай, в первую очередь датчики. Самая дорогая составляющая кабинета – это GPS-оборудование, в котором футболисты тренируются, играют. Мы получаем большой объем фитнес-данных вот от этих маленьких. Например, что они показывают? Пробег, общую дистанцию, скорость, которая делится на разные скоростные зоны. Сколько усилий, условно, сколько усилий они приложили для того или иного действия, и в целом за тренировку за мать. То есть, вот такие данные. После этого происходит анализ, и, допустим, решают, кто выйдет в стартовом составе, да? В том числе, да. Ну и просто анализ после игры. Думаем, кто на своем уровне отработал, кто выше своего уровня, кто насколько устал. То есть, в основном, это фитнес. Также имеется макет поля. Вот такой и вот такой, с которым мы ездим на выезды, на установки, на теории, в котором Рустам Акзамович показывает, какая у нас тактика, план на игру, какие требования к команде. Ну, это значит, мы красненькие, а это... Ну да, мы красненькие, соперник синенький, желтенький мячик, а это вратарьи. Это, получается, у меня северное крыло. Южное крыло. Крылышко. Здесь у меня висит календарь всех матчей первого этапа. И наш календарь матчей, чтобы посмотреть, какой путь мы в этом сезоне прошли, который еще нам предстоит пройти. То есть, после каждого матча я маркером пишу счет и зачеркиваю этот матчик. Ну, считаю, сколько до отпуска осталось? Четыре игры. Я доволен. Какие планы на отпуск? Отдохнуть. Ну, никуда, наверное, не поеду, но... Ох, это, кстати, стандарты. Их нельзя вам видеть. Это разработанный НИИ Николаевич. Тренер в ротарее, он рисует стандарты нашего атаки, как мы... Ну, вернее, я рисую, а он говорит, куда, кого поставить. Дима сейчас снял обувная полочка у меня. Такой-то модный, да? Сланцы, кроссовки, ну, рабочие кроссовки, то есть, которых там на тренировку, на выезд, бутсы, как у вратаря Amkar FML. И сороконожечки, в которых я на тренировки выхожу. У меня вот даже есть в шкафу вратарские перчаточки. Все-таки Amkar FML и точка. Чёрненькие. Ну, там ещё две пары. Мне ребята отдают вратари наши. Вот эти Арзи Габли подарил в том году. Сейчас он Кубань Холдинг играет. Дим, я знаю, что у тебя очень много ампула в клубе. Расскажи, какое место ты занимаешь в Amkar FML. Ну, в первую очередь, я видеооператор. Снимаю все, вообще все матчи домашние, выездные, на сборах, контрольные все матчи снимаю. Иногда, ну, редко тренировки. Нарезаю для тренерского штаба, то есть для теории делаю нарезки. Например, вот мы сыграли наш матч. Я его снял, отправил Иван Андреевичу, Черенчикову. Он выбрал эпизоды, которые мы будем показывать команде. Он мне их отправил, я нарезал. Плюс нарезал все стандарты. Мы смотрим вообще все стандарты с наших матчей и показываем команде. еще занимаюсь датчиками. Ну, то есть это полностью обслуживание, то есть я их заряжаю, я за ними ухаживаю, можно сказать. Если футболист новый приходит, я с его номером на клеечку клею, на датчик, на полар, вот на пульсник, то есть манишку ему выдаю новую, подписываю. Вот это все им раздаю перед тренировками, перед играми. Так все аккуратно сложено, с какой большой любовью и трепетом. Это вот нужно отметить. У тебя все очень по полочкам. Ну, это запасные манишки. Так-то они на руках у ребят. Вот. После тренировок игры я это все собираю, заряжаю данные через USB-порт скидываю. Через USB-порт скидываю на сервер. Там все это тегирую. Ну, то есть какие упражнения были. Или в игре там первый, второй тайм. Все это загружаю. Ну, иногда сам смотрю что-то, так оцениваю. И Иван Андреевич у нас этим прям плотно занимается. Мы с ним летом у ФК Сочи обучение проходили. То есть у них такая же система. Вот. И мы по этой системе проходили обучение. То есть какие данные они собирают и как они их используют, анализируют, интерпретируют. Вот. Это не все. У тебя еще много всего. Ну, еще получается сейчас вот по соперникам теории ну, по большей части я делаю. То есть, ну, еще у нас Анатолий Алексеевич есть тренер. То есть мы смотрим матчи соперников последних там, две-три игры. Ну, вот, например, сейчас мы с Ижевском играем. Я посмотрел нашу с ними игру. Вот мы на выезде играли. И как они играли с фурнарами на выезде и дома с Ностой посмотрел в блокнотик вот сюда выписал эпизоды и пояснение к ним ну, вот, что в этих эпизодах. Вот. Потом все это нарезал как-то структурировал по каким-то категориям. Ну, категория это фазы игры там позиционная атака позиционная оборона переходные фазы стандарты. И потом у нас получается ну, у нас клуб на самом деле очень серьезный. Закупили датчики вот во второй лиге я сомневаюсь что у кого-то вообще такое оборудование есть. Вот. И закупили в этом году программу аналитическую. То есть она позволяет ну, на видеонарезке рисовать различные перемещения футболистов. То есть какие-то подсказки прямо на экране делать чтобы футболисты лучше визуализировали то, что происходит и понимали. То есть ну, по сути чтобы информация до них легче доносилась. Собственно в этом заключается наша работа чтобы донести им все в максимально упрощенной форме чтобы они все это продемонстрировали на поле и выиграли. Ты еще работаешь с ротарями? Ну получается еще на тренировках помогаю на всех и на сборах особенно с инвентарем то есть выносить инвентарь получается вот когда только мы собрались тем летом позатем уже летом Рустамик замоч сразу сказал так ты вратарь ты будешь всегда вратарям помогать и вот получается у нас дядя Паша он с полевыми больше там мячи подает инвентарь выносит а я с Николаем Николаевичем на вратарских тренировках помогаю ну иногда и на общих тоже но по большей части все-таки вратарям помогаю с инвентарем ну и ты забыл про свое дело для души так сказать да еще тоже Дима меня позвал Коновалов вратарем в Амкар ФМЛ ну вратарь конечно сильно сказано ребята получше есть посильнее но вот для себя тренируюсь мне больше конечно на тренировках нравится Амкар ФМЛ и иногда там выхожу в матчах на последние 10-15 минут так сказать засушить игру вот мы получается зимние первенства заявились там уже более серьезная работа пойдет в зал записался в тренажер на чуть физику подтянуть вот с нашим тренером по физподготовке Альшадом ну у тебя жизнь вокруг только видимо одного да ну жизнь вокруг футбола да получается других хобби не у меня есть еще хобби Марвел а ты любишь всякие такие не всякие я все детство читал комиксы Марвел потом ну начали снимать фильмы киновселенную вообще выстраивать вот я кайфовал и получается просто продолжают как хобби вот футбол ведь Марвел больше наверное нет ну не вышиваю там ничего но ты мега разносторонний раз у тебя такие увлечения они достаточно полярные ну а может и однобойки кто знает вот в таких вот полевых условиях несет свою службу очень качественно ответственно наш герой Дмитрий давайте посмотрим где он там работает и каждый матч Дмитрий проводит именно здесь вот в таком тенте операторы здесь у нас все что видите вы на экране снимает именно Дмитрий потому что его камера считается основной красиво я как-то себе не так это представляла я короче думала что он стоит с такой маленькой камеркой как игрушечная и что-то там сам снимает я не думала что это все так серьезно выглядит Дмитрий и ты уже открылся настало время отдать правила ты знаешь давай рассказывай нам свой вопрос показывай подарки ну вопрос у меня не один а два и они лично как бы связаны ну со мной с моей болельческой так сказать с моим болельческим детством первый вопрос он наверное тоже теплый для многих болельщиков ну именно если они будут про себя думать кто стал автором первого забитого гола который я вживую увидел на стадионе звезда я дам одну подсказку это был 2010 год и это был не болгарин и не русский так все зафиксировали надо показать давай за первый ответ на вопрос ты подаришь да я подарю вот эту футболочку сезон 2015-16 Алихана Шаваева который забивал только в левые ворота пять голов в том сезоне классно кстати забивал просто я решил ну я собираю футболки и я решил подарить футболки тех с кем я лично не знаком потому что я собираю тех с кем я там дружу общаюсь а тебе не так жалко да ну просто с Шаваевым и Скамолом ой споришь я не не знаком лично поэтому я их подарю а оставлю себя те с кем я знаком второй вопрос он будет получиться другого характера я не забыл а вот вспомнил да второй вопрос кто был первым футболистом который подарил мне свою футболку на правильный ответ на этот вопрос я подарю футболку Павла Камолова из Енисея сезон 2018-2019 особенность этой футболки в том что вот как раз на ту футболку которую мне футболист подарил я ее и поменял не знаю зачем но я так сделал здесь никакой подсказки не будет здесь кстати есть есть скрытый подтекст есть можно догадаться как раз по футболке клуба что это был за футболист но это был не Павел Камолов очевидно это слишком очевидно и ну если получается кто-то там сразу два угадает в одном комментарии то это не считается и будет шанс у второго угадает получить то есть в одни руки один приз да один приз в одни руки так будет честно все правильно спасибо тебе большое вот такие у нас сегодня подарки их достаточно много обязательно участвуйте отвечайте на Димины клевые вопросы интересные спасибо тебе а если никто не угадает да угадают у всех угадывают на этом выпуск с Дмитрием Романовым подошел к концу отвечайте во ВКонтакте в комментариях на вопросы Дмитрия и забирайте свои призы приз от Толи Красильникова уже забрали с вами была Анна Крюкова на этом у меня все пока